Здравствуйте, Виталий Васильевич. Мне очень приятно познакомиться с новым главой города. Я вас поздравляю с этой почётной должностью. Спасибо и взаимно. С приходом нового хозяина в главном кабинете администрации города мало что изменилось. Также, не прекращая звонят телефоны, круглосуточно работает компьютер. И самому Виталию Веркиенко вряд ли удалось поспать минувшей ночью. Обещанный сильный снегопад вновь заставил все городские службы работать в круглосуточном режиме. Ну, судьба распорядилась так, что главой города стал я, поэтому весь груз ответственности теперь и на мне. Один из главных вопросов, который, по мнению нашей съёмочной группы, сегодня волнует многих горожан – благоустройство городской среды. Обеспечить Владивостоку достойное развитие – одна из важнейших и приоритетных задач, стоящих перед администрацией, подчеркнул Виталий Веркиенко. Есть, скажем, несколько направлений работы в этой сфере благоустройства. Вы знаете, что подготовлен план пространственного развития Владивостока при участии наших иностранных партнёров, в частности японской компании «Никенса Кей», которые дали очень правильные и интересные предложения и в целом развития города, и благоустройства. Поэтому в рамках развития этой концепции уже администрация города готовит соответствующие документы, проекты по развитию и города в целом, и благоустройства. В стадии утверждения сегодня генеральный план развития Владивостока. Как и ранее, документ будет проходить общественные слушания, где каждый житель сможет высказать свои идеи и пожелания по благоустройству города. Эти документы должны дать ответы на вопросы, куда расширять город, как избавить его от пробок, наладить работу общественного транспорта, сделать его комфортным, где устроить общественные и зелёные зоны, парковки, пешеходные пространства. Это и создание красивых парковых зон, прогулочных зон, тропы здоровья. То есть эта работа будет продолжена. Есть несколько готовых проектов, которые нам подготовила ещё КБ «Стрелка». Это, в частности, развитие трёх зон. То есть это центра, сквера под нашим мостом и ещё несколько зон, которые будут в первую очередь благоустроены. Ключевая точка в строительстве, например, тропы здоровья – расстояние от Олимпийца до Кунгасного. Этот участок побережья приведут в порядок и сделают дорожку для любителей кататься на роликах, пеших прогулок и велосипедистов. И ещё уже в марте во Владивостоке начнут создавать первые ТОСы. Мы начали программу развития ТОСов, наверное, вы об этом уже знаете, где мы понимаем, что жителям зачастую виднее, что в первую очередь нужно благоустроить. Поэтому мы не хотим решать за жителей, какой именно садик благоустроить в первую очередь, какой именно дворик сделать более интересным и каким образом это реализовать. Виталий Веркиенко уверен, система территориального общественного самоуправления – одна из эффективных мер для создания комфортной городской среды – от маленького двора до стратегического пространственного развития Владивостока. Светлана Садовая, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом. Новости на Восьмом.